Всем привет! Меня зовут Катя. Я сегодня с вами порисую, периодически выкладываю процессы рисования, фэшн, паттернов и прочее. И хотела вам рассказать, что я решила устроить себе такой челлендж, рисовать по портрету каждый день. Для чего я это делаю? Ну, во-первых, хочется как-то вдариться немножко в портреты. Я вообще портреты не очень люблю в плане вот этого всего сходства и все время переживаю, когда если кого-то рисую, кто просит. Точнее, сейчас я уже этого не делаю, потому что понимаю, что напрягаюсь, какие-то несходства, либо человеку там не понравится, скажут некрасиво. Короче, я забила вообще давно на эту историю и рисовала исключительно для себя, но понимаю, что хочу вот как-то попрокачиваться. В этой истории и замутила себе такой челлендж, который параллельно будет еще мне помогать дружить с кистями Procreate. Я, конечно, уже неплохо с ними обращаюсь, но хотелось бы еще как-то поэкспериментировать, что-то еще поделать. И сначала я рисовала там карандашиками. Карандаши, конечно, вот эти все набросочные кисти в Procreate мне не нравятся, хотя я видела, что в обновленной версии есть что-то интересное, но я пока не обновилась. Посмотрим в будущем. И я сейчас переключилась на красочки, рисую красками плоской кистью и потом размазываю. Ну и сначала, конечно же, я делала какой-то набросочек карандашом, как вы видели, и потом уже набрасываю цвета. То есть я прям сразу могу легонько так затонировать холст каким-то цветом основным, который есть на исходной работе на фотореференсе, который я брала. И вот в этот раз я нашла один фотореференс, он мне очень понравился, хотелось симметрично что-то. И тут была девушка с мокрыми волосами, и я думаю, вау, классно, надо это порисовать, покопаться в этом. Потому что мне еще нравится рисовать с фоточек какие-то такие непростые работы, вот этим вот копанием в тенях, в светлых местах. Потому что это вот как медитация прям, как рисовать, знаете, вот гипс. Долго, но расслабляет, потому что ты начинаешь вот прям всматриваться, глазами искать, где что. И вот здесь было то же самое, я очень, конечно, кайфанула от процесса, как вообще рисую портреты. Ну, собственно, как вы видите, сначала темные места нахожу, какие-то где самые темные пятна тоже их намечаю. Ну, собственно, так все и рисуется, тут главное начать видеть, где что находится. И даже какие-то сложные элементы, как вот мокрые волосы, ты думаешь, о боже ты мой, как вот эту вот всю путаницу нарисовать. Не надо ее, естественно, по каждой волосинке вырисовывать, просто сначала попробуйте оценить взглядом, как это выглядит, как вот большое пятно. Как вот нам рекомендуют в художественных школах прищуриться, посмотреть как будто издалека, и смотреть, где темно, где светло, где какой цвет. И точно так же вот все это на холст переносится. Это, конечно, развивается все со временем. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Но это, правда, очень интересно, очень хорошо тренирует работать с объемом, с цветом. Так что мой такой вот челлендж, который я себя замутила, он мне очень нравится. Я, конечно, знаете, так не строго отнеслась к этому, потому что и так очень много дел, и когда себя прям в рамки какие-то загоняешь, часто какая-то внутренняя паника не дает продолжить какие-то дела. А тут я так в каком-то таком расслабленном формате продолжаю. У меня их уже штук 12 этих портретиков, и вот решила вам озвучить именно этот видеопроцесс, потому что мне прям очень понравилась эта фотография и работа, которая получилась. И по цвету, ну, короче, какая-то она прям приятненькая. Вот, и вот я уже начинаю волосы рисовать. Как видите, сначала я такими пятнами наметила, где-то размазана, то есть без каких-то прям четких линий. И дальше уже какие-то крупные прядки я начинаю прорисовывать тоже какой-то там кисточкой, по-моему, масляные краски. И они тоже получаются такими размазанными. Мне очень нравятся, конечно, вот эти вот эффекты живые кистей. И вот с ними здорово все получается. На спине тоже я немножко так размазала темненьким, потому что там много этих прядочек мокрых. И если в целом смотреть, то в каких-то местах ты прям не видишь отдельно эти прядки, а видишь, что там вот темно, что-то спутано. Еще мне очень понравился этот фотореференс тем, что он такой вот влажный, и мне хотелось прям каких-то контрастов. То есть все, что у нас такое мокрое, оно все блестит. И там есть контраст, чтобы показать вот этот вот объем, вот эту вот влажность. И на девушке тоже у меня это получилось. Но еще пока нет. В конце вот блики прям такие финальные добавлю, и картиночка прям оживет. И волосы вот сначала я эти прядочки темненьким прорисовываю. И также светлым цветом тоже, потому что где-то они темным отдают, где-то светленьким. Опять же смотрим так, вот справа здесь какая-то прядочка. И никогда я не заморачиваюсь прям точно-точно, где каждая волосинка. Этого делать не надо. Нам просто нужно передать вот этот вот эффект. И эффект он создается вот за счет темного и светлого, где что. И вот в принципе картинка уже почти готова. Я чуть-чуть кривыми в конце всегда цвета как-то еще меняю, смотрю, что мне понравится. Очень часто, если мы все темные цвета объединим, ну точнее не объединим, а добавим в них, например, холодные, они сразу объединятся. Вот так здесь и происходит. И вот сейчас я добавляю уже такие блики на губах, на носу. Вот, и практически работа закончена, да. Да, да, закончена такая вот милашечка губасненькая получилась. Меня, конечно, это стали раздражать эти приоткрытые рты. Вот, как кто-то шутил. Гайморитный фейс, когда заложен нос и ты дышишь ртом. Вот такая же история, но очень-очень красивая. Мне прям как-то вот запала эта работа. И я довольна, что все-таки вписалась в такой свой эксперимент. Каждый день по портретику рисовать. И пока продолжаю. Хотите, присоединяйтесь, экспериментируйте. И не всеми портретами я буду делиться, потому что они такие больше учебные. И как финальный вариант мне не нравится. То есть я сейчас пытаюсь именно достичь портретного сходства. И работы могут мне не нравиться целиком. Но я понимаю, что я уже очень-очень хорошо там выделяю какие-то основные фишки какого-то лица. Вот, мне удается это передать. Ну и, собственно, каждый художник должен нарисовать тонну Г, чтобы начать выдавать свои шедевры. Вот, и если что-то не получается, какая-то выходит фигня, я все равно радуюсь, что я эту фигню нарисовала. Потому что я чему-то научилась. На этом все. Давайте лайкосик за такие чудесные мокрые волосы. И до новых встреч, до новых видосов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok